Более тысячи детей из 47 городов Московской области приехали в Химке, чтобы принять участие в областном конкурсе талантов. Многие коллективы почти год оттачивали свои номера, чтобы показать максимум, на что способны. Места в гримёрках хватило не всем. Это обычная ситуация для больших конкурсов. Некоторые репетировали прямо у входа в зал. Волнение царило в воздухе, но, как признаются юные артисты, оно тут же улетучивается, когда выходишь на сцену. Какой-то страх, наверное, за то, что, может, где-то что-то не доделал, или, может, где-то не ту эмоцию показал. Но, в принципе, спустя долгое время, ну, ты счастлив, потому что ты оказываешься на сцене, и ты показываешь один из таких сильных номеров. Среди участников были танцоры, певцы, музыканты и актёры. Все пытались удивить. Например, коллектив из Люберец подготовил отрывок из «Снежной королевы», который включает в себя множество сложных моментов, требующих высокого уровня мастерства. Фишка в том, что у нас особенные реквизиты, у нас есть карета, вот, и у нас во время номера люди перезеваются. У нас постоянно меняется сюжет и очень много трюков, даже несмотря на то, что у нас совсем нет мальчиков. В этом году среди жюри конкурса были участники популярных телевизионных проектов и заслуженные работники искусств. Артур Микоян, участник шоу «Танцы на ТНТ», поделился секретом о том, как артисту лучше подать себя. Если есть в сердце желание и потребность, то любой телеканал тебя увидит и раскроет. Самое главное – это не скромничать. Если есть желание побеждать, то ты обязательно победишь, потому что члены жюри, они именно цепляются не за твое талантливое состояние, и не как ты поднимаешь ноги, а насколько ты харизматичен и яркий, и как ты можешь себя преподнести. А Юлия Хусаинова, финалистка шоу «Голос», поделилась опытом своего участия в конкурсе. После таких проектов ты становишься крепче. И какой результат бы тебя потом не настиг, ты понимаешь, что опыт – это самое ценное. Но хочу сказать, что я получила огромное удовольствие, когда выступала. Для меня эти две минуты, они были очень фееричными. Особенно, когда ко мне повернулся Баста, потом и Григорий Лепс. Я была очень счастлива. Я даже не могу, знаете, передать вам эти ощущения. Организаторы уверены, что тот опыт, который получат участники конкурса, впоследствии поможет обрести уверенность и реализовать себя в жизни. Мы стремимся к тому, чтобы тех детей, которые выходят на сцену, из них сделать настоящего человека с большой буквы. Чтобы они познали то творчество, которое дают им их руководители – удивительные педагоги. А победители конкурса, помимо грамот и подарков, получат сертификаты на поездку в Сочи на творческий сезон Академии музыки и танца, который пройдет с 20 по 23 октября. Где прошедшие данные-то будут соревноваться уже на всероссийском уровне. Редактор субтитров А.Семкин